Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы читаем с вами 12-й Псалом. Этот Псалом имеет необычное вступление, потому что начинается он с вопросов Давида к Господу. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лице Твои от меня? Доколе мне слагать советы в души моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Четыре вопроса с одним словом «доколе». Эти повторы усиливают смысл, а смысл, собственно говоря, этих вопросов один. Когда же я вновь почувствую, Господи, что Ты со мною? Сколько ждать еще? Однако и эти вопросы можно назвать риторические. Нужно понимать, что Давид через них выражает сильнейшее желание, чтобы Господь вновь посетил его душу. Такая утрата божественной благодати в христианстве именуется богооставленностью. Именно о ней сегодня мы и поговорим. Почему же Господь оставил Давида? Многие, наверное, ответят «по причине греха». Ну, если смотреть на суть дела только внешне, то да, это так и есть. Однако в таком случае напрашивается справедливый вывод. Не греши, и Бог тебя не оставит. Или по-другому, святых людей Бог не оставляет. Но так ли это на самом деле? Вот ближайший ученик преподобного села Анафонского, архимандритца Фроний Сахаров, пишут следующие слова. Всякому человеку, подлинно взыскавшему спасение, необходимо пройти через опыт Бога покинутости. Так называет он именно богооставленность. И вот действительно многие святые свидетельствуют о прохождении такого опыта. А Псулом 12 говорит нам, что и пророк Давид не был его лишен. Святой Азлатоус, о свойственной ему глубиной исследования, говорит следующее. Почему же, скажешь, он знал, что Бог забыл его? Он говорит про царя Давида. Потому что он, то есть Давид, знал и то, когда Бог помнил о нем и ясно понимал, в чем состоит это забвение и в чем это памятование. Смысл слов святителя Иоанна в том, что понять богооставленность может только тот, кто опытно знает Бога присутствие. То есть имеет опыт близкого общения с Богом. Таким образом рождается диаметрально противоположный вывод. Богооставленность – это опыт жизни людей, стремящихся к святости. А грешный человек, в принципе, не знающий Бога, как может понять то, что Господь его оставил? То есть если ты с рождения не видел солнца, как можно понять, что его нет? Поэтому причины богооставленности правильнее искать не в грехе, а в божественной педагогике. Помните, в прошлом году мы разбирали притчу «Кого Бог любит, того наказует?» Вот вновь послушайте ее, чтобы вспомнить о том, как Господь воспитывает своих детей и ведет их к духовному совершенству. Что же через этот горький опыт богооставленности воспитывает в нас Господь? Духовная жизнь христианина имеет свои этапы. Первому этапу характерна бурная духовная деятельность. Отцерковляющийся человек в этот период может усиленно молиться, поститься, посещать храм, желать поступить в монастырь. В целом, всего себя посвятить служению Богу. Эти силы и желания в сугубой степени действуют благодаря Божьей благодати. Хотя зачастую сам человек этого не осознает и поэтому думает, что так с ним будет всегда, потому что зависит только от него. Этот этап в духовной жизни христианина называют периодом призывающей благодати. Сменяет его второй этап, когда Господь уже не действует столь явно и чудесно, когда нам нужно применять многие усилия, чтобы совершить то, что раньше давалось очень легко. Молиться, посещать храм, читать Писание, все, что раньше было радостно, становится тягостным. И поскольку этот этап довольно длительный, то человеку начинает казаться, что Господь его оставил. Вот вновь послушаем преподобного Сафрония Сахарова. Умеренная степень сего испытания может сопутствовать нам долгие годы во втором этапе духовной жизни христианина. То есть, когда промыслительно, он претерпевает ослабление и даже удаление первой благодати. В этом неизбежном ослаблении есть глубокий смысл дать человеку проявить свою свободу и верность Богу. Вот он ответ, для чего Господь попускает благооставленность в жизни людей, стремящихся к Нему. Это период, когда мы можем явить свою любовь и устремление своей воли. Потому что легко молиться, когда сам Господь дает эту молитву и благодатные плоды ее. А вот когда нужно самим понуждать себя к деланию добродетелей, именно тогда-то и обнаруживается наша любовь и стремление жить с Богом. Есть иная важная причина благооставленности. Потому что в этот период мы знакомимся с тем, кто мы есть на самом деле, кто мы без Бога. И это научает нас смирению. Настоящему смирению, опытному, а не то смиреннословие, которое присуще человека, знающему свою немочь только теоретически из книг. И пусть в этот период, то есть период благооставленности, мы не можем похвалиться многими победами в духовной жизни, крепостью и стойкостью, многими чудесами и дарами, но именно этот период в глазах Бога самый драгоценный. Потому что здесь обнаруживается наше любящее и верное Ему сердце. Именно так нужно смотреть на этот горький опыт благооставленности. Так на него смотрели святые. Нужно знать об этом, чтобы не впадать в смущение и отчаяние, если Господь попустит нам испытать его на практике. Но вновь подчеркнем, что все наши пояснения касаются людей, стремящихся жить с Богом по-настоящему, а те, кто довольствуется исполнением внешнего обряда, вряд ли коснутся законной духовной жизни. Итак, это главное, чему мы должны научиться из 12-го псалма. Когда нам будет казаться, что Господь нас оставил и не слышит, будем перечитывать этот псалом и вспоминать то, о чем мы сегодня говорили. Также рекомендую почитать труды преподобного села Анафонского и молитвенно обращаться к нему. Этот святой долгие годы испытывал горький опыт благооставленности и часто повторял «Скучает душа моя Господи, влечется к нему день и ночь». Редактор субтитров А.Семкин